Занятие Не у меня, вы будете у другого преподавателя, но у нас абсолютно одинаковая программа, поэтому у нас идет совершенно одинаковый учебный процесс. И поэтому все, что я вам сейчас скажу и покажу на доске, вы будете все равно проходить в следующем году. Вот сейчас просто я вам делаю пропозицию на будущее. У меня есть еще один интерес. Дело в том, что у нас все преподаватели занимаются в том числе естественно научно-исследовательской работой, ну как и полагается преподавателям. Каждый, как кажется, в своей области. Я занимаюсь исследовательской работой в области искусства Шариктан. Вот мы с вами пользуемся моей первой книжкой, которую все, естественно, у нас имеют, и которой мы постоянно пользуемся. И сейчас я готовлю к печати сразу две следующие книги из этой серии. И вот одна из этих книг, одна из этих книг будет посвящена исторической каллиграфии. Дело в том, что поскольку мы сейчас с вами писали шрифты, чертили, вернее, шрифты антиквенные, ренессансная антиква, новая антиква, сейчас вот мы с вами чертим протест, потом будем пройти брусок. Это все уже полиграфические шрифты, начиная с начала 16 века и кончая 19 и 20 веками. Ну понятно, что предыстория шрифта – это предыстория не полиграфического, потому что полиграфия появляется только в 15 веке, а это история обычного и каллиграфического письма. Но причем если нас еще когда… я еще застал те богословенные времена, когда нас учили писать перьями, обычными чернилами, в обычных тетрадках косую линеечку, вы, к сожалению, уже не засталите богословенные времена, выпишите изначально шариковыми ручками, и поэтому вам приходится как бы возвращаться назад к историческим инструментам. Дело в том, что еще со времен Древней Греции, а может быть даже и Древнего Египта, люди писали не остроконечными перьями, как нас когда-то учили, ну это звездочки, которыми вы пользуетесь, когда рисуете на терморты, на графике тушью, а писали ширококонечными перьями. То есть перьями заточенными на широкий конец, а не на узкий конец. Причем где-то до 5-6 века нашей эры, начиная где-то, ну вот если считать только архаической Греции, это значит тянет практически тысячелетия, писали тростниковыми перьями. Ну наш тростник, который растет в Петергофе, там и в пригородах Санкт-Петербурга, не самый лучший, но им тоже можно писать, у нас студенты прекрасно пишут. Кстати, вот вы будете в будущем году учиться резать, затачивать эти самые тростинки. Мы, правда, сейчас в основном пишем, конечно, металлическими перьями. А где-то с 5-6 веков нашей эры перешли на птичьи перья. Ну у меня это перо для красоты, во всей своей бородатой красе, как я пишу в книжке. Вот на самом деле брали более крупные перья, ну просто вот у меня перья маленькие, обычно берут большие маховые перья дикого лучше всего гуся, но можно и гуся домашнего. Значит, у кого есть связи в области охотничьего дела или же хотя бы разведение домашней птицы, заказывайте гусиные перья. Можно обычно, можно хорошо писать и гусиными домашними перьями. Тем более, что эти перья просто во время линьки животное теряет, поэтому на здоровье гуся это никак не отражается, потеря этих перьев. Повторяю, значит, уже с 16 века начинают использовать металлические перья. Ну вот это вот перья, аналоги того, как мы писали, когда еще не было шрифтовых перьев, которые сейчас пользуются и которыми мы пользуемся нашими студентами. Мы пишем вот такими перьями широконечными. Кстати, можете сразу же записать, это вам очень полезно на будущее, потому что эти перья, к сожалению, у нас всегда рынок лихорадит. То есть сначала эти перья есть, потом их нет. И для того, чтобы вы не пролетели тогда, когда начнет уже сам процесс, я про них говорю, повторяю еще раз. Нам нужны перья со срезом плоским в 3 мм и в 1,5 мм. Значит, повторяю, вся история до полиграфического развития шрифтового искусства во времен Греции, в основном мы занимаемся историей с начала нашей эры, то есть это Древний Рим, Раннее, Среднее, Средневековье, Зрелое и Ренессанс. Значит, мы будем пользоваться широконечным пером, поскольку на доске, естественно, я не могу писать пером, я буду писать широконечным мелом, буду имитировать мел. Естественно, у нас, тем более в России, лучше всего пользоваться, лучше всего мы начинаем, естественно, с древнерусского письма, а не западноевропейского. Ну, потому что все-таки как бы существует аура страны, существует аура народа, существует какая-то генная память. И русскому человеку все-таки лучше всего учиться сначала писать нашими родными русскими шрифтами, а потом уже изучать западноевропейский. Ну, вот первый почерк, это то, что я сейчас говорю, очень подробно изложено книжкой, которую мы сейчас готовим с одним из издательств в печати. Книжка, он называет, вообще у меня, оригинально она называется «Каллиграфическая история у всей Западной Европы», хотя издательство настаивает на том, чтобы под заголовок «Письмо, что такое конечным пером» стало основным. Но «Письмо, что такое конечным пером» как-то все-таки это все казенно очень, а вот «Каллиграфическая история у всей Западной Европы», по-моему, это гораздо интереснее. Это вот один из эскизов-шмутских титулов для этой книжки, это как раз «Письмо Древней Руси и Московии», то, с чем мы сейчас, собственно говоря, с вами и начнем. Значит, ну, для этой книжки на каждый проходимый шрифт, а их там 26, я написал по стихотворению, и мои ученицы, правда, не из этого, из другого, более старше просто, написали эти стихотворения широконечными перьями как раз вот по моим прописям. Значит, первый почерк, который мы изучаем и будем с вами изучать, это старый ранний устав. Вот устав, в принципе, слово, на древнерусском оно обозначается граница, предел. Значит, перо, к сожалению, придется, но вы будете писать в будущем году, это все уже почувствуете на своей шкуре, грубо говоря. Перо держится сначала под одним углом, раз, а потом под углом плашмяк. Видите, ручка не пишет, ничего страшного. Потом делаются какие-то такие короткие засечки. Значит, это устав. Буква «В» будет писаться. Здесь делается такой треугольничек. И вот здесь вот с самого начала перо приходится поворачивать. Видите, она вот с такого угла и перешел на ноль. Это вот сложно. Вот вообще, в принципе, этот почерк, кстати, этот почерк писался достаточно... Почерк писался достаточно медленно. Например, Астромирова Евангелия переписывали где-то полторы страницы в день всего лишь. Все это длится где-то 7-8 месяцев. Ну, 4 Евангелия Астромирова. Это вот почерк Астромирова Евангелия. Вот. И, значит, буква «В». Я везде буду писать, ну, первые буквы алфавита, чтобы, естественно, не видеть алфавит. Значит, буква «В». Здесь быстро нужно повернуть перо. И вниз, собственно говоря, повторяется для того самого. Значит, это у нас устав. Вот в таком виде устав просуществовал в XI-XII веках. Начало XIII. В начале XIII началось стихотворение. И где-то с конца XIII века устав, как видите, чуть-чуть изменился. Вот, для сравнения. Сейчас я, значит, естественно, покажу. Вот это старый устав, это новый устав. Некоторые буквы изменились. Ну, вот сразу же что-то для сравнения. Вы видите, есть буква симметричная, треугольник. Она стала несимметричной. И немножко ее стали писать вот, например, вот так. И под маленьким-маленьким-маленьким углом, или же вертикальным. То есть, видите, разница. И причем, можно написать и так, но чаще всего его писали как бы два приема. Вот так вот. Раз, два. Дальше. Изменилось. Здесь я даже буду не букву В писать, а букву В. А вот здесь вообще вот так вот. Видите, я вижу единочка плашмя. Сюда, видите, она узкая получается. Вот эта штука узкая. И святка. Вот так букву В будет выглядеть. Видите разницу? Вот. А, Б, В. Вот. Буква Д очень интересная. Она может выглядеть вот так вот. Здесь, как же, треугольничек. И здесь треугольничек. Я вынужден писать, мне немножечко не так, как мы бы писали пером. Потому что пером, перо эластичное. Там в нем есть расщеп, который позволяет нажим. Ну, я на следующем году, когда мы будем реально с вами писать, я покажу. Или от соседа Анатолия вам покажет, как ее можно написать. Господи, нет, это ужас какой-то. Ну, бывает. Выключи бомбин, да, пожалуйста. Значит, дальше. Интересная очень есть буква Е. Очень красивая. В этом почерке буква Е вылит вот так. Очень узенькая. Причем интересно. Значит, опять же. Здесь у меня, к сожалению, девочка сделала не совсем точно. Потому что есть два, есть разные варианты. Буква Е может писаться так. Для начинающих обычно ее пишут вот так. Более просто. Прощенно. Ну, так проще, как вы видите. Но на самом деле она вот такая. Причем интересно. В строчке все овальные буквы, такие как С, такие как Е, такие как Р, они очень узенькие. То есть все буквы разные. То есть есть вот такие вот буквы широкие, нормальные, как современные. И безумно узенькие. Получается такая очень интересная орнаментальная строка. Вот в этом шрифте, в новом уставе, есть такая интересная буква Е. Она бывает в начале. Слов. Видите? По-другому выглядит. То есть что-то изменилось. Изменились вкусы, изменился взгляд. И буквы стали чуть-чуть быстрее писаться. И менее-менее симметрично. Значит, вот этот вот устав просуществовал где-то до начала 15 века. В начале 15 века, вернее, в конце 14 века, в связи с подъемом Руси, ну вы помните же время Куликовской битвы, это время Сергия Радонежского. Кстати, сейчас мы скоро будем праздновать 700-летие Сергия Радонежского. Вот, начинается, собственно говоря, история, собственно, уже не Руси, а России. И в это время огромное количество книг переписывается. Множество наших монахов, а мы в основном переписчиками, естественно, были монахи, живет на Афоне, живет в Константинополе, живет в южнославянских странах, пока их еще не захватили турки. И, повторяю, переписывается огромное количество книг. И для того, чтобы быстрее шел процесс переписывания книг, был изобретен сначала в южнославян, потом у нас, так называемый полуустав. Вот посмотрите, насколько быстрее он будет писаться. Чувствуете? Что делается? Насколько ли быстрее? Он, может быть, где-то менее красив, чем устав, но зато это чуть не в разы быстрее. Вот, тем не менее, именно этот почерк, кстати, послужил основой для наборных уже шрифтов во времена Ивана Федорова. Вот, посмотрите, вот это очень интересная вещь. Начинаем мы с вами с антиквы. Начинаем, вернее, мы с вами с элементов буквы и строки. Ну, помните, этот читаблиц я приносил, вы что-то в этом обсуждали. А вот это как бы завершение. Это третий курс, первый семестр. Значит, несколько лет назад мы с нашими третьим курсниками предприняли такую исследовательскую работу. Вот вы видите, значит, эта книжка, ну, есть минуточка, наоборот, святая глядачка, не бывает печати. Она, на самом деле, просто коричневая. Эта книжка, которая была издана во Львове в 1614 году, и вот так, смотрите, сложилось. Мне мой студент на несколько дней ее принес, я смог ее положить на скамеру. Книжка 1614 года. У него дедушка, старообрядец, миссионер. Ну, он по словам, естественно, инковный, так понятно, что никто не знал их, откуда, чего. Значит, мы поставили задачу перед... Когда было шесть девочек, здесь шесть шрифтов. Ну, вот здесь они приведены, собственно говоря. Вот эти шрифты. Значит, эта книжка связана с именем знаменитого украинского печатника начала 17 века, Памбо Беринде, был такой человек. Значит, вот, это одна из первых его, как бы, известных работ. Слово о священстве святого Василия Великого и святого Иоанна Златоуста. Значит, взятые... Качество печати, конечно, если присмотреться, там, по нашим понятиям, конечно, аховое. Ну, потому что это необседная печать, как вы понимаете, это начало 17 века, там все растиснуто. Бумага, правда, там хорошая, все хорошо, но, конечно, просто процесс печати резко отличался от современного, со всеми вытекающими последствиями. Вот, и тем не менее, вот наши девочки, значит, провели исследование и восстановили. То есть, это вот вы видите уже от иллюстраторов. Это еще не фонд лап, ну, как бы, это вот сейчас мы этим занимаемся. То есть, это вот как он, грубо говоря, как он был, как он стал. Вот, то есть, это вот такая вот работа, которую, естественно, девочки смогли провести только лишь потому, что мы с вами... Там нужно уметь писать, чтобы понять, догадаться, как это было нарисовано, потому что первопечатные все книжки, они скрупулезнейшим образом копировали рукопись на регионах, естественно. И поэтому, чтобы правильно нарисовать букву, надо знать, в принципе, как она писалась. То есть, если бы они не умели писать, ну, в принципе, эта задача была бы, ну, была бы от фонаря, от себя делать. И только вот благодаря тем, что мы занимались каллиграфией, мы смогли решить такой вопрос. Кстати, это хорошо очень прозвучало, в 2008 году наши девочки заняли первое место на всероссийском конкурсе студенческих шрифтовых работ, посвященных 300-летию русского гражданства шрифтовых. Мы получали диплом первой степени. Это и сам конкурс. Значит, дальше. Книги... Вот, обратите внимание, значит, заглавные... Это уже заглавные буквы. Заглавные буквы появляются... Первоначально все эти шрифты были только маюскульные. То есть, здесь были только заглавные буквы. Но, например, с поздних книг Ивана Федорова, а это Острожская Библия 1581 года, появляются уже как бы заглавные буквы. Вот, заглавные буквы, в принципе, они немножко напоминают следующий вид древнерусского письма, который называется «бязь». Значит, это очень интересная вещь. И в «бязь» обычно оформляли только первую строчку в книжках. Или же ее используют на покровцах, на воздухах, на барабанах церквей, на колоколах, особенно. Значит, вот как это выглядит. Значит, это как бы настоящая вязь. Я взял за основу своих прописей, которые включены в книжку, вязь, ну вот, времен Ивана Федорова, Аниси Бородишевского, то есть, ну, где-то конец 16-го, начало 17-го века. Значит, в принципе, вязь конструктивно представляет из себя, сейчас я опять вынужден буду стереть, потому что она очень высокая. Это сильно вытянутые и декоративизированные буквы уставов. Значит, я не буду сложную вязь, я возьму упрощенную вязь, которую я студентам даю. Обратите внимание, значит, когда вы будете писать перьями, ни в коем случае не ведите прямые линии кистью. Все прямые линии ведутся предплечьем или вообще целой рукой, если все гигантская. То есть, ну, вы же понимаете, что длинную линию несколько сантиметров невозможно просто так повести, не получится ничего. То есть, это можно провести линию, ну, там, полтора сантиметра максимум. То есть, обязательно всегда ведите вот так вот линию. То есть, как бы железной рукой целиком. Предплечье. Значит, здесь делается такой же треугольничек. Здесь обычно делается декоративный пик. Для упрощения, чтобы не делать таких самых треугольничков, и чтобы можно писать быстрее, я предлагаю заменять. В принципе, это не мое предложение, это такие декоративизированные, модернизированные формы вязи появляются в наших книгах еще в конце 19 века, как вы понимаете. Значит, я делаю это вот так вот. То есть, значит, если это будет с этой стороны, то это будет вот так вот пером. А если с этой стороны, значит, я перо разворачиваю. И будет то же самое вот так. Значит, вот у нас А. Так. Дальше В. И очень красивые буквы Е. Вот. Значит, как вы, ну, вы можете заметить, вспоминайте, я вам показывал упрощенную букву старинной вязи. Это из старинного устала. Вот она. Ну, чувствуете, что это вот она. Ну, то же самое практически. Просто декоративизировано и безумно задлинено. Ну, это основные буквы вязи. Сейчас я не буду останавливаться на том, чем, собственно говоря, вязь. Интерес это нужно, когда вы будете проходить в будущем году. То есть, там обычно первая строка, она вся заплетена как орнамент. Там одни буквы маленькие, другие большие. И очень часто буквы сливаются в лигатуру единое. Ну, например, вот А.Б. Может быть, вот так. Причем, чаще все так и делается. Вот вам лигатура А.Б. Ну, это называется мачтовая лигатура. То есть, видите, мачта, и на нее навещаны две буквы. Вот. Очень часто в дырке, которая между буквами образуется, всегда могут быть вставлены буквы О, вот такая маленькая. Вот таким образом получается по нему слово вязь. И последний древнерусский почерк, который существовал, это так называемая скоропись. Есть такая очень хорошая книжка, изданная в конце 90-х годов, Ириной Птаховой. Так, как всегда, естественно, куда-то посеял. Называется «Простая красота буквы». Она у нас, естественно, есть. У меня в списке литературы книжки она есть. Она, естественно, у нас есть в библиотеке. Вот. Ирина Птахова повествует о русской скорописе 17 века. А скоропись у нас появляется в 15-м, развивается в 16-м и достигает высоты, совершенно невообразимой высоты, в 17-м веке. Значит, это вот вязь настоящая книжная. Это вязь та, которую я только что показывал. Упрощенная, модернизированная, так называемая. Я всегда смеюсь, что она очень удобна для того, чтобы писать объявление в церкви, где-нибудь работать оформителем в церкви. Там очень часто, если придерживая, ну, сейчас там, в основном, на компьютере набирают, а раньше всегда писали в чём ее вязь. Ну, только без... Видите, вот, собственно говоря, вязь, вот какие-то элементы вязи, когда она завязывается с трудом. Значит, это... Вот это скоропись. Ирина Птахова говорит, что, вероятно, есть такое впечатление, что всё чувство национальной самобытности и свободы, вот у нас в XVII веке было сосредоточено именно в шрифте, в скорописи. Там просто фантастические совершенно бывают произведения. Причём выпускались целые, значит, пособия, драгуированные, писанные и так далее. То есть фантастической совершенно красоты, сложности и декоративности. А вообще, в принципе, когда нам говорят о том, что XVII век это век симфонии русского, значит, царской власти и церковной власти, это относится только ко времени Михаила Фёдоровича и патриарха Филарета, который просто был его папой. Вот тогда и действительно был какой-то симбиус. А вообще этот век называют бунташный век, там же сплошные бунты были. В XVII веке даже никакой симфонии как таковой потом уже нет. Значит, это вот, как бы, последний почерк древнерусский. Случилось так, что Пётр Алексеевич Великий провёл шрифтовую революцию, как мы его называем, в отдельно взятой стране. И резко, то есть, вот, как вы видите, ещё раз, извините, возвращаю. Видите, здесь уже чёткая дифференциация прописных букв и букв строчных. Значит, сейчас вот я немножечко для этого нужно взять пёрышко поменьше, естественно. Вот, и, значит, смотрите. Иногда я делаю такую штуку. Что вот это такое за буква? А, вот, смотрите. Это быстро написанная строчная буква. Ну, а когда я её пишу быстро, она превращает, ну, что, то есть, чуть не современную кульграфическую букву получаю. Чаще всего строчную писали вот так. Это вот последствия того, что огромное количество людей ещё в 14-15 веке, а этот почерк формируется в 15 веке, это грецицизм. То есть, это, как бы говоря, греческая же альфа идёт. Более того, у нас буква Р, например, она может быть не вот такая вот, как, ну, русская, а вот интересно писали вот так, вот как Ро, древнегреческая. Значит, буква Б большая. Узнаёте быстро написанную букву нового устава? То есть, всё это, как бы, или полуустава. Просто быстро написанная. А вот буква строчная, может быть, уже просто современная. На основании этого, при естественном развитии письма и шрифта, у нас, видимо, где-то в 18 веке сложился уже нормальный, свой, самобытный шрифт с точными прописными. Но Пётр Алексеевич, естественно, всегда бежал впереди паровоза. И в 1707-10 годах он самолично взял всё в свои руки, выступил в качестве дизайнера шрифта, то есть он делал эскизы Петровского гражданского шрифта, полковник Кулинбах этот рисовал. В Голландии были напечатаны оригиналы и три типа размера, которые, собственно говоря, которыми все светские книжки печатались до 1737 года, когда в типографии Академии наук впервые появился, может быть, был нарезан новый шрифт уже после Петровского. То есть это скоропись. Значит, на этом, как бы, кончается, собственно говоря, самопытная история древнерубской шрифтинности. Эта история, как бы, немножко застыла, в застывших формах до сих пор даже иногда употребляется старообрядцами, потому что, ну, это единственный, как бы, пласт нашей культуры до сих пор. Они иногда для своих детей, там, и так далее, сами пишут книжки. Ну, как бы, чтобы, несмотря на то, что у нас анатема снята, как бы, наша церковь сделала, ну, сделала, как бы, протянула руку, она старается не очень торопиться эту руку, крепко пожать. Считаю, что мы, все-таки, как бы, не коняне, отступники. Значит, дальше мы переходим к истории западноевропейской письменности. Западноевропейская письменность, значит, мы резко, как бы, падаем во тьму веков обратно, потому что этот почерк появляется в первом-втором веках нашей эры. И то, что он русский, ну, это, собственно говоря, это компьютерное время порождает виртуальную реальность, и уже давно, кажется, у шрифтовиков, ну, интересно, а вот если бы вот была кириллическая рустика, допустим, вот если бы были древнегридские шрифты кириллические, как бы они были? Ну, почему бы и нет? Это, как называемый, кириллическая адаптация. В конце концерта мы пользуемся западноевропейскими наборными шрифтами и адаптируем их под кириллюз. Ну, практически то же самое, в общем. Значит, это первый почерк, называется Рустика. Деревенский, упрощенный. Вот дело заключается в том, что если кто-нибудь был в Риме, я обычно тебе спрашиваю, кто был в Риме? Значит, если кто-нибудь будет в Риме, обязательно посмотрите форум императора Трояна, ее сюда показывают туристы, и на форуме императора Трояна стоит колонна Трояна, где на базе самая знаменитая надпись всех его народов. Он, в принципе, на октябре надпись-то где-то тут порядка сто восемьдесят сантиметров всего лишь. Буквы там небольшие, там течет буквы буквально от двенадцати до восьми сантиметров высотой. Но знаменитый шрифтовой мастер Западной Европы и мира Герман Цафф даже в мемуарах пишет, как он однажды в 1950-м году с линейкой, циркулью и так далее попытался залезть на ту самую колонну, и его оттуда чуть ли не с позором снимали местные полицейские и решили, что он хочет испортить великий памятник. Едва Анатольевич объяснил, что он в это время для фирмы Ленотип делает шрифт антиквой и хотел просто вдохновиться и померить этот шрифт один к одному. Значит, в Рульстике, как всегда, пользуются шумом узких у наших студентов, потому что она очень простая в написании. Но в последнее время, и Анастасия Анатольевича тоже об этом обратил внимание, короче говоря, пользуемся все-таки пособиями английскими и американскими, ну изначально, прежде чем реализоваться. И те и другие очень серьезно обращают внимание на один элемент, который осложняет его. А именно, начинаем почти с нуля, и вот этот элемент. То есть основные стволы, букв, вот эти, они расширяются внизу. То есть это не просто вот так введет время, а еще нужно вести перо и при этом поворачивать в момент введения. Вот в этом сложность. Ну, для того, чтобы научиться, вы всего лишь просто должны там пару строчек написать, этих палочек, и вы научитесь. Ну, Петр Петрович Чубийско, который много раз вспоминал, значит, наш главный каллиграф страны, значит, он говорит, что если 60 раз какую-то букву вы написали, считайте, что вы научились ее писать. Наш опыт показывает просто то же самое, только я заставляю бедных студентов, ну, вам попроще, вас будет там с Анатольевым по-другому начать. написать каждую букву устава целую страну. Это приблизительно получается. Отсветите заставку. Ну, без заставку. Значит, вот. Это вот основное движение. Теперь если писать букву В, тогда уже букву Б, она будет выглядеть вот так. Вот. А буква А будет выглядеть проще. И буква С. Ну, теперь я пишу по латрине, хотя там, вы видите, делится. Ну, буква Д. Опять полная община. Вот. Ну, я здесь написал все эти буквы в одной величине, хотя буква Б вообще канонически управляет, кстати, где-то на перо 2 выше. Ну, просто для наклятости. Значит, это вот капиталис рустика, повторяю, деревенский, упрощенный в переводе, хотя, короче, используется для очень шикарных совершенно книг, написанных на пергаме не до нас, то дошло мало книг, но кое-что дошло. В основном твердили. Вот. Современные художники изобрели строчные буквы. Пожалуйста, каждый раз напоминаю. Не путайте термины. То есть строчные, это значит маленькие буквы, а прописные, это значит не написанные пером, а прописные, это заглавные буквы. Вот. Вот. Современные художники изобрели срочные буквы. То есть на самом деле их физически не было. Это новодел. Ну, как бы изобретение 20-го века. Ну, их можно сейчас не писать, потому что это подрывает само название научной капиталис рустика. Вот. Следующий почерк очень сложный. Сложный потому, что нужно очень часто поворачивать перо. Значит, это так называемый капиталис квадрата. Ну, опять-таки, подрываем. Капиталис это значит, от всего капунт, голова. Значит. И здесь, значит, уголком пера. Ну, здесь я не буду рисовать. У буквы 10. Этот шрифт очень красивый, очень медленный, очень торжественный. Дошло всего два памятника. Вот. Ну, бывают же такие вещи. Один хранится в Ватикане. Так, ну, кодекс в Ватикане, там номер 3000 там какой-то. А второй в монастыре Святого Гелла над озером Констанца в Швейцарии. Там монастырь Святого Гелла. Что-то самое интересное Святой Гелл – это унирландец. То есть, это ирландский отчетник, поселившийся в 7 веке и прославившийся своими подвигами и путевоиме названного наследия. В. Значит, В. Вот здесь опять сложность. Смотрите, значит, поворачиваю перо. Плохо его повернул, но ничего страшного. То есть, здесь перо нужно вот так вот повернуть. Из-за этого овал получается как бы подкрыгнувший чуть-чуть. То есть, максимальная толщина, ну, на самом деле даже вот так, максимальная толщина получится вот здесь вот так. вот так вот. То есть, не посередине, а чуть-чуть как бы подпрыгнувший. Буква 7. Вот здесь вот я не могу сделать то, что я мог бы сделать пером. Пером там вы нажимаете на левую щечку пера, и у вас перо почти сразу вам как бы нарисует этот клюв, так называемый. Здесь я не могу это сделать пером. Ну, не тот перо, к сожалению. Ну, когда будете писать, поймете. Значит, это, как мы называем Капиталис Квадрат. Ну, Квадрат я уже, ну, и понятно, потому что буквы в основном как бы вписываются в квадрат. Почему и название. Шрифта Квадрата. Значит, это оба, и вот Рустика, который он показал вариант, и вот этот. Это шрифты где-то 4-го, 5-го веков. Рустика появилась раньше. Аналогов Квадрат раньше, ну, до нас не дошло. То есть, 4-й, 5-й век раньше как бы нет аналогов. То есть, он похож на монументальный шрифт, который на колонне императора Трояна. Именно по сравнению с этим шрифтом колонны Трояна, где называют деревенский упрощенный, Рустика. Вот Квадрата гораздо более приземистая, нежели шрифт. Так называемый капитальный император. Где-то в районе 3-го, 4-го веков, значит, квадраты и Рустика писали только языческие тексты. Чаще всего это был Вербелик. Вот до нас нашел Вербелик чаще всего. А начиная с 4-го, 5-го веков, ну, в связи с тем, что христианство стало разрешенной, даже более того, господствующей религией на территории религии, начинают писаться активно тексты религиозные, христианские. И вот первым, собственно, христианским почерком является так называемым Унциал. Значит, название Унциала обычно восходит к блаженному Иерониму. Блаженный Иероним, значит, это церковный западный деятель, который в 4-го века переводит Библию на латинский язык. Здесь у меня уже вульгарный когда-то просылал латин. Дело заключается в том, что если в средневековье латин – это международный язык ученых, международный язык культуры, то в древности международным языком был греческий, а вульгарный был латин. Поэтому Библия, переведенная в акширный иероним, ее называют вульгата. То есть, простонародная библия. То есть, все изменилось. То есть, все образованные люди обязаны быть греческим. А в средневековье, значит, место греческого заняла латин. Почерк унциал очень простой, очень простой. Чувствуете, буквы начинают срочно напоминать. То есть, вы вот помните, там все буквы заглавные, четко срочно. Здесь буква начинает… Кстати, наш устав – это так называемый греческий поздний литургический унциал. Ну, чувствуете, что буква похожа на уставную нашу. А вот дальше нет. Обратите внимание, что это большое движение пишется. Почему-то это чуть-чуть закруглено, как получается. И чуть-чуть вниз идет. Перо держится под углом где-то приблизительно 30 градусов и, в общем-то, не крутится. Ну, например, единственная буква П, причем буква П очень странная. Значит, она идет немножко под строчку. Сначала вы ведете нормально, а потом пироги немножечко поворачиваются, пусть какой-то хлыст получается. То есть, вот так пироги нужно повернуть почти на ночь. Пусть-то хлыст. И у буквы П в латинской, ну, вроде, должно быть большой павлово, а там маленький-маленький. То есть, павлово этих маленьких, не в строчке, лучше строчка вот была. Вот. И очень интересная буква Д. Так, я букву С сотру просто, чтобы она мне не мешала. Значит, обратите внимание, это похоже на строчную. Здесь начинает выноска вниз. И буква Д выглядит вот так. На строчке начинает быть похоже. То есть, она совершенно другая. Ну, в отличие от обычной латинской заглавной буквы. То есть, этот почерк и так и называют первоначальный минускул. Ну, помните, что минускул это строчные буквы. Опять же, строчные. То есть, это вот начался где-то с четвертого века процесс, который завершится в начале девятого века созданием так называемого карагинского минускула. То есть, уже полностью сложившаяся система строчных. Ну, мы говорим строчных, но это как атомная бомба. Как компас и так далее. Это специфический, да, и строчный бомб. Ну, видите, то есть, когда вы будете писать, вы увидите, что это очень практичный, очень быстрый, очень легкий почерк. Ну, как бы все-таки первые, перво-христиане чаще всего не обязательно были по три цели, поэтому, тем более вульгарные. Ну, это подразумевало, что люди не очень образованные. Вот, и простой, ясный почерк. Но, где-то в пятом-шестом веке, это писали, видимо, еще Тростниковым пером. Где-то в веке пятом-шестом люди перешли на гусиные перья. А гусиные перья, они представляют себе как географические изыски, там, тонкие линии, все, что хотите. Все-таки тростниковое перо, оно такое, чуть более простое, как бы, в использовании. А гусиное, повторяю, позволяет очень многие всякие финты ушами. И, значит, почерк резко меняется, и угол постановки пера меняется. Буква Б очень напоминает квадрату. Поэтому четко совершенно вот так вот поворачивается перо. Будет вот так. Будет вот так. И совершенно по-другому будет выглядеть буква С. Там совсем узенький вот такой клюв. А если это будет буква Е, то она будет вот такая. Значит, это так называемый новый унциал. Просуществовал, собственно говоря, практически до королинских времен. В королинских временах его используют в качестве заголовных букв. для структур К.Великого. Так, куда я сделал свои изменения. Шпоры. Так. А, вот, все, вот здесь. Вот, кстати, можете потом подойти посмотреть. Вот эта вот тенденция появления выносных элементов и превращения букв в строчные прогрессирует где-то в районе шестого, седьмого, восьмого веков, пока шрифт не превращается в так называемый полуунциал, который больше всего для нас, например, напоминает строчные буквы. Смотрите, перо продолжает держать, в общем-то, иногда под нулем, иногда все-таки опять угол появляется какой-то. Значит, смотрите, буква А, но она практически с одним срочным. Причем-то интересно, что она так очень широкая. Здесь с зазором таким. Значит, интересная вещь, вот здесь, значит, буква Б. И буква Е. На четвертое вот полуунциал, так называемый. Почему называют полуунциал? Потому что чаще всего в качестве заглавных букв могут использоваться такие же, просто вытянутые, немножко измененные по пропорциям, но по конструкции такие же. Т.е. как бы буква может быть и прописной, и срочной, одна и та же, в общем-то. И поэтому как бы называть именно полуунциал еще, а не срочные буквы как таковые. Значит, интересно, еще такая раскрытая буква G. Это буква G. Значит, на основании полуунциала на островах Англии и Ирландии в 6-7 веках был создан очень красивый почерк, ну, который мы, значит, шутя всегда называем Толкин. Вот дело заключается в том, что Толкин вообще подошел к своим эльпийским, так называемым, шлифтам, как истинный ученый. У него за основу взяты англо-ирландский полуунциал, который называют Каролинским островным Маюску, сейчас я его покажу, и руны. То есть у него как бы первоисточники настоящие, как бы научные, и поэтому шлифты выглядят как бы очень правдоподобные, как будто они существовали на самом деле. Значит, и следующее, это, повторяю, это будет англо-ирландский полуунциал, который на западе его называют островной Маюску. Дело заключается в том, что, сейчас я вам покажу стихотворение, кстати, зато перевернусь, значит, это старый унциал, а вот это вот новый унциал, сейчас помните, пожалуйста, это новый унциал, ну, он действительно намного сложнее, чем старый унциал. унциал. И, наконец, вот этот вот полуунциал, значит, это где-то полуунциал, это приблизительно шестой-седьмой век, ну, начало-осьмого. вот, и, наконец, это вот Толкин. Значит, у Толкина, значит, очень-очень приземистые, очень маленькие вносные элементы, совсем малюсенькие. Значит, буква А, не очень специфическая буква А, которая может напоминать как бы две буквы Си, поставленные одна квоз другой. очень маленький угол пера. Вы чувствуете, значит, СС получается, мука СС почти что-то. Значит, очень интересная буква, значит, здесь ее нет, поскольку это в Гинлице, значит, очень интересная буква Б латинская. Вот, когда, значит, вы видите этот, вот шрифты с такими тяжелыми угловатыми засечками, очень часто и сейчас, совершенно безграмотно используются для каких-то псевдокитайских надписей. На самом деле, это шрифты кельтские, а совсем не китайские. Либо вот такого типа шрифты используют очень часто эти магазины для всех кошачьих кормов. Почему так? Почему непонятно. Ну, просто обратите внимание на такую засечку, вот такие шрифты русифицированные в городе используются. вот, и буква С, значит, ну она будет почти такая. Вот, значит, дальше. Значит, это у нас, значит, так называемый Толкин. После Толкина, значит, это где-то, это самые, может быть, красивые книги всех времен и народов. Когда вы будете проходить островное искусство шестого, седьмого, восьмого веков, обязательно будут называть книги. Иван, значит, ну, одна из самых ранних книг ирландских, называется «Катах. Воин». Считалось, что эта книга помогает перед боем. Вот. Но самое интересное, что в Англии и Ирландии в течение седьмого и восьмого веков не было воин. И поэтому, значит, там, ну, по своей истории англов в начале восьмого века знаменитый историк Бедед Достопочтенный пишет, как бы, вот, все-то у нас хорошо, значит, у нас все, значит, представители аристократии думают не о том, как махать ничем, а для того думают о танзуре, о цутане, о писании книг, там все, у нас все здорово. Но как бы что ни вышло. Прошло несколько десятилетий на безсочетные совершенно монастыри, на побережье напали викинги. Все это, значит, огню и мечу предали. Все это дело. А воевать, в общем-то, было, особенно, не у кому. Потому что все, ну, книжки, зато кое-какие сохранились. Такие, действительно, обалденно красивые вещи. Вот это, кстати, использован очень характерный элемент, вот такие точки. Ну, это просто тоже говорит о том, что у людей было очень много времени. То есть, в книжках иногда, в Испанском Евангелии насчитали где-то десять-двадцать тысяч таких точечек. Просто вот они вот использованы, ну, это сама Аня Переходька его использовала, и это буквится как взятым, ну, практически один к одному, с оригиналом. Вот так вот. И на этой целой странице вот таких точечек идет такая полоса декоративная. Ну, растров у них не было, они вынуждены быть точечками, это сделать кисточкой. Значит, дальше наступает эпоха Карла Великого. Значит, вот так вот, кстати, маленькое замечание. Вот это вот, как назовем, островной Маюску, ну, он больше похож как бы на заглавные буквы, хотя это полуцало. А вот это его, как бы, пара, более упрощенный, менее репрезентативный почерк, более быстрый. Им обычно подписывали в книгах, значит, этим писали по-латыни, основной текст, а между строчками, там строчки, маленьким-маленьким почерком вот таким вот писали, так называемые глоссы, перевод на древнеанглийский. То есть, это уже, как бы, такой более, ну, более деловой, как бы, менее сакральный почерк. Это вот так называемый островной Маюску. Рагнер, это был знаменитый Викторг, кто читал про него, который прославился безумной совершенно жестокостью, но кончил своих не очень плохо. С него садрали кожу и бросили змеиный ров. Так что он кончил приблизительно так же, как те, кого он убивал на территории островов. Значит, следующее, это Карлу Великому страшно повезло. И вообще, конечно, он всё-таки был действительно очень разносторонний человек сам. В концу жизни, сначала он был явно неграмотным, потом, наверное, всё-таки он грамотно и все это обучился, потому что его научным по-нашему художественным консультантам был совершенно замечательный человек, выходец из Англии, Алкуин Гёркский, учёный-монах из Англии. Может быть, это был самый образованный человек своего времени вообще. Ну, в Европе защитный мир. Мы не будем говорить про Китай и так далее, говорим про его, естественно. Он оставил нам трактаты по всем возможным дисциплинам своего времени. Всё, что только возможно. И в том числе он занялся как бы реформированием шрифта. Первый документ, эдикт о шрифтах «Одмуницио генералис» был издан явно с подачи Алкуина в конце восьмого века Карла Великим об упорядочении переписления книг. О том, что книжки нужно переписывать ясным, чётким почерком, по возможности не допускать ошибок, то есть переписывать со всяким вниманием и тщанием. Спасибо. Ну, к сожалению, в перевозке реквизита есть важнейший элемент нашего обучения. Тоже, в конце концов, без техники и без реквизита мы же тоже не можем учиться. Так что всё это, значит, наш добрый день, который, значит, нам помогает всё-таки. Значит, воисполнение вот этого эдикта «Одмуницио генералис» под руководством Алкуина в Туре, в монастыре святого Мартина Турского, который числится апостолом Галлии, в котором монастырь его аббатом стал Алкуин, и он же возглавился, организовался огромной скрипторией, центральной скрипторией империи, был разработан так называемый «Каролинский минускул». То есть это вот уже полностью как бы готовый шрифт. Придай, пожалуйста, назад покрасим чуть-чуть смочить. Значит, «Каролинский минускул» — это уже полностью, повторяю, сложившийся строчный шрифт. Видите, как это получилось из «Унцала». Значит, это, в принципе, в какой-то мере, это просто доработанный, доведённый как бы до ума и эстетического совершенства пол-Унцал. Вот единственное, помните, у пол-Унцала была буква «А» как одноуровня, вот такая, помните? Ну вот, вот такое типа была буква. Куда, естественно, не совсем особенная. Значит, здесь она как бы одноуровневая, а здесь она двухуровневая. Раз-два. То есть то, что мы понимаем, потом срочная. Или срочная. Так, thank you very much. Так, я ничего не знаю. Мяговато воды-то. Ничего, мы это всё замахнём. Иначе просто писать будет по доске невозможно. Нужно очень тщательно отжимать. Значит, A, B, C. Смотрите, так мокрое, не очень хорошо, естественно, напишем. То есть, повторяю, это как бы доработанный, переработанный и доведённый до совершенства. Полуунциал, нос, естественно, не с курсивной одноуровневой буквы, а с двухуровневыми, типично строчных. Он существовал, кажется, вот более ранний, он более прямой, как вы и будете заметить. Значит, у него своих... Ну, сейчас мы привыкли к тому, что каждый алфавит имеет строчные и прописные в составе одного комплекта знаков. Комплект знаков называется фонд. То есть, ну, фонд называется комплект знаков металлический, который был, и современные электронные тоже называются фонд. То есть, шрифт и фонд как бы одно и то же комплект знаков. Вот, а здесь в этом комплекте знаков были только строчные или строчные. В качестве заглавных букв употреблялось либо мустика, либо квадрата, а чаще всего унцал. Ну, в данном случае употребляется унцал. Вот. И чуть позже памятники нам показывают чуть-чуть такой наклонный. Каролинский минускул. Больше всего, ну, чуть такого курсивного толка. Беременный говорит не курсив, а так называемый наклонный, если такое понятие аллэг. Наклонный шрифт. То есть, когда вы просто прямые буквы, просто наклоняете. Принципиально не изменяя их конструкции. Значит, вроде все было хорошо в этом почерке. Но, вот, нет предела совершенству. Нет предела желания у людей что-нибудь такое придумать. В результате, где-то в районе рубежа 11-12 веков, каролинский минускул начинает сужаться и чуть-чуть надламливаться. То есть, становится немножечко угловатым. Это так называемая ранняя готика. Значит, или же поздний каролинский минускул. Значит, вот вы видите, значит, это каролинский минускул. Я это стираю. Так, и не шти, взгляните на ранний год. Интересно, что один из известнейших памятников дошел, очень легко запомнить, 1111 год. Причем трактат называется «Благодетель в труде». Очень такое название, аскетическое. Значит, буква А. Сейчас я все-таки все в конце тоже не могу помнить. Значит, буква А, собственно говоря, практически ничем особенно не отличается. Правда, она может быть немножко вот такая вот. А вот буква Б несет наверху. Там либо может быть ромбовидная тяжелая зазичка, как у англо-ируанского Толкина. Либо это чаще всего, это так называемый «ласточкин хвост». Смотрите, как это выглядит. Вот это уже типично готическая вещь. Вот такие вещи будут страшно модны во времена готики. Вот это уже готика пошла. Значит, буква Д. Ну, буква С, собственно говоря, ничего особо не отличается. Интересная буква Д. Это Дж. Ну, русская буква Д. Ну, это уже готик. Это уже готик. Значит, это вот ранний готик, ранний готический почерк, который постепенно в Западной Европе переходит в так называемый «книжный». И все больше приобретает черт почерка, который уже в конце 13-14 веке превратится в так называемую «текстуру». В чем интересная вещь. Вот до этого, вы видели, все почерки преследуют целью все-таки, чтобы как бы, ну, их удобно было читать. Чтобы буквы были достаточно ясны, чтобы буквы отделялись друг от друга, и текст очень-то был легок и удобен для чтения. А вот в зрелом средневековье, там людям интересно чисто декоративный эффект страницы, который превращается в ткань. Почему почему называется текстурой этой ткани? Значит, вот, что мы имеем после этого приорвов. Это текстура по Альбрехту Дюреру. В 1525 году он издал большой трактат пропорций и так далее, и так далее. Там есть, в частности, в нем большая книга книги о пропорциях шрифтов. Значит, он разбирает антикулу в двух видах и разбирает текстуру, показывает. То есть, именно как настоящий деятель Ренессанса, он ее строит, естественно. Но мы, естественно, его все-таки не строили, а писали. Значит, вот у вас, пожалуйста, сейчас я вам покажу, что из себя представляет так называемый текстурный эффект. Значит, перо, есть такое понятие готический угол пера. Готический угол пера – это значит перо под 45 градусов. Ну, вы помните, значит, у рустики там очень большой угол, где-то в основном угол под 60 градусов. Ну, почему такие узкие получаются широкие засечки и узкие стволы? Ну, там, поворот, или не без поворота, все равно. У квадрата основной угол – ноль практически. Значит, дальше у унцала у раннего 30 градусов, у нового – ноль градусов. У полуунцала по-разному где-то тоже градусов 20 приблизительно. У Толкина очень маленький, там буквально 10 градусов. У Каролинского минус категорически 30 градусов угол. Почему он такой мягкий по пропорциям? То есть, ну, одни штрихи от других отличаются достаточно мягко. В общем, один кгл приблизительно. Ну, как угол в Родницанце найти? Значит, здесь категорически перо под углом 45 градусов. Значит, это будет выглядеть следующим образом. Значит, ну, самая основная как бы буква, опорная, это даже не а, это n. Значит, это так называемая текстура квадрата. Анастасия Анатольевна больше любит так называемую текстуру престисус с плотской пяткой. Ну, как бы, чаще, ну, такая вот матерая, грубо говоря, текстура, это вот такая, где ромбики. Это засечки такие, грубо говоря. Значит, буква А, если уж не так, в конце концов. И вот здесь уголком перо делается такая штука. Значит, это вот у нас. Дальше. В настоящей текстуре, я пишу чуть-чуть пошире, Дюрер пишет еще уже. Но чаще всего, на английских, американских учебниках, они пишут, что вообще идеальный текстурный эффект, это когда вот эти все толщины одинаковые. Что дырка, ну, грубо говоря, пробел, что штрих, и что межбуквенный пробел. А между двумя словами ставят два пробела. Ну, это такой идеальный текстурный эффект. Кстати, самое интересное, что наиболее красивые, такие отточенные книги не немецкие, а английские и французские. У немцев вот более поздняя готика, ну, уже в 16 веке и так далее. Вот там этот всецелый пренагратил немцев. А текстура 14-15 века идеальная. Ну, вот две борющиеся страны в столетней войне. Франция. Значит, ну, буква, если Б, то это будет вот так вот. Ну, и т.д. и т.п. Значит, интересно, я не буду сейчас, чтобы вам не путрить совсем мозги, показывая заглавные буквы в конце, вы это все будете в будущем году изучать. При том, насколько относительно простые буквы текстуры строчной, и настолько у них совершенно изощренные буквально сумасшедшие буквы текстуры прописной. Ну, это вот у них вот таким вот страшным сушим вопросом. Да, ну, это реально. Я уже вижу реакцию на людей. На лоб вылезает. Глаза. Вот. И вот все это будет все не так сложно, как это кажется. Вот. Ну, как бы, нужно немножечко помыться. Интересно, что в Италии, Испании, ну, и в, естественно, испанских Нидерландах не прижился вот такой тяжелый, настоящий, чисто угловатый, абсолютно без закруглений. Ну, это не считается. То есть, буква О будет, ну, вот видите, вот буква О, допустим. То есть, такой тяжелый, угловатый шрифт без, могли же, закругления. Сейчас я вам покажу. Это вот текстура по Дюреру, а вот эта текстура по книгам 15-го века из учебника Франтишко-музыки, «Красное письмо», а оно же, здесь черный шрифт, усложненное, просто там сейчас ягощенными всякими выступами, заполнительными засечками и так далее. Более сложная текстура. А вот это вот готический шрифт Италии, Испании, «Ротунда» так называемая. Ну, отсылок круглый, так называемый, круглый готический шрифт. Это, как бы, такой комбайн из каролинского позе, каролинского минусского, там многие буквы сохранили, как бы, конструкцию каролинского минусского, из специфического южно-италийского шрифта, который, как ни странно, в какой-то мере восходит к англоруанским. У него тоже были такие тяжелые ромбовидные засечки. Дело в том, что после всех этих разгромов викинговских очень многие монахи бежали на континент и в таком ужасе бежали, что остановились только в Испании и на юге Италии, грубо говоря. Так как и в Швейцарии, то есть так хорошо бежали. Вы помните святого Гелла, например? Ну, святой Гелла это было намного раньше, как бы, продавил дорожку. А когда викингенопальности, тогда уже не до жиру быть бы живым, спастись бы. Значит, у ратунды самое её характерное – это буква О. Значит, посмотрите, как она выглядит. То есть, вот так. Видите, здесь я съезжаю пером, здесь я уже чуть-чуть съезжаю пером. Идеально будет вот так. Причём, интересно, в некоторых памятниках она совершенно симметричная, но чаще всего она вот такая вот – это более прямоугольная, а эта более круглая. И вот в английских, американских пособиях там и чётко вот они вот дают вот именно вот так. То есть, как бы, по-разному. Интересно, значит, теперь, значит, буква А очень будет напоминать… Начинать, если посмотреть, я тоже уж наизусть. Нет, ну это я, наверное, не помню, сейчас разрешаю. Значит, буква А ратунды. Буква Б. В первом приходите, значит, вертеть. Ну, как вы понимаете, это то же самое. Здесь, значит, как бы чуть-чуть такое расширение небольшое. Вот. И, значит, буква С. Опять же, вот чётко вот такая С. Посмотрите. Ну, не в смысле С. А Джи абсолютно точно такая же, как была в ранней Годике. Я даже перерисовать не буду, все помните. Ну, можно нарисовать, ладно, ничего страшного нет. Повторение «Мать учения» в конце концов. Ну, я говорю, что это, как бы, комбайн Каролинского, Минутского и так называемого Беневенского или Монте-Кассинского южно-италийского шрифта. Ну, это как, вот она, как в ранней Годике, я сохраню звуку про фискодинку одному. Значит, это ротунда. Интересно. Видели? Срочные буквы совершенно разные. Текстура и ротунда. Вот, грубо говоря, вот. Сравните. Вот вам текстура и вот вам ротунда. А заглавные буквы у них достаточно похожи. То есть там видно, что такое текстура. Вот. Ну, а у Тодофе, вы помните, значит, это самая, конечно, очень такая пикантная подробность Инквизиции. Вот, значит, ведьмы есть, нет? А у ведьм ведьм будто нет. А то, значит, все равно костер, значит, воспользует. Так, они же по-другому будут вот так вот, а у них, значит, наоборот. То есть, ну, как будет, что мы закрываем сердце, а не открываем сердце. Так не странно. Значит, это вот так называемый готический курсив. Дело в том, что ротунды и текстуры писали огромные, ну, писали шикарные, репрезентативные книги. Там это медленно, торжественно, шикарно, за бешеных деньгами. Вот. Вот. И... Но интересно. В разных странах ротунды, она практически будет одинаковая. Чтобы Испании, чтобы Италии, ну, практически не отличить. Чтобы не дарованных. Текстура английская и французская тоже практически одинаковая. Ну, германия одинаковые. А вот так называемые бастарды, ну, незаконно рожденные шрифты. То есть, это как бы готические курсивы, ну, шрифты для зооперефийских, для менее репрезентативных книг уже в поздней готике, для дипломатических всяких актов. Вот это вот, например, он называется дипломатический курсив. Это чешская бастарда конца 14-го века, начала 15-го, это времена Яна Гуса. Почему я... Я, естественно, упоминаю Яна Гуса. Профессора Прарского университета, который в 1400, насколько я помню, в 15-м году был сожжен в Констанции. Предательски совершенно, нахально и предательски. Но они получили за это гусицкий войн в конце. Почему дипломатический курсив? Дело в том, что существовало, значит, в средневековье такое... В чем-то государство, собственно говоря, формально предел его положил только Наполеон в начале 19-го века. Это, так называемая, священная римская империя германской нации. На самом деле, это совершенно воскутное государство, в котором, хоть и там, огромное количество княжеств было в Германии, и туда же ходила богемия, а она же Чехия. Причем в 14-м веке, совершенно очевидно, самым сильным королевством этой империи была Чехия. И поэтому чешские короли автоматически становились императорами Священной Римской империи германской нации. Значит, то есть, короче говоря, вы считаете, что правда была столица империи, по совсем высекающей последствии. Ну, как Москва, короче говоря, пересечение всяких народов, интересов и так далее, и очень быстрое экономическое и духовное развитие. И еще в начале 15-го века в Чехии уже появились элементы протестантизма, а в Германии, во всех нормальных местах через сто лет. То есть там как-то не все было благополучно. Почему там казнили и так далее? Потому что там были явные элементы протестантизма. То есть не так все было просто, что абсолютно в чем не было виновата. Другое дело, что ему была опищенная и прикосновенность, а его все схватили и казнили. Ну, это уже другое дело. Ну, на запрещение, например, люди так. Короче говоря, дипломатический курсив, потому что это как бы смесь местной бастарды с текстурой, которая, значит, придавала курсивному почерку особую изысканность и шаг. Таким почерком очень часто перекрылись дипломатические документы. Ну, при дворешке, естественно, велась дипломатическая и оживленная перекрыска. Причем называлась дипломатической курсивой. Значит, этот почерк пользуется шумным успехом у студентов, потому что там можно оттянуться к почерке. Потому что там всякие хвосты, там все, что хотите, пожалуйста. Ну, вы же видите, значит, здесь потом посмотрите, у меня выложены... Сейчас не будем на это тратить время. Каузуры, снимайте отчетные задания по каждому шрифу небольшие. И там очень много разных вариантов вот этой самой чешской бастарды. Значит, посмотрите, как это выглядит. Очень часто вот такие вот хвосты делаются уголком пера. Повторяю, значит, металлическим пером не очень удобно делать. А вот птичье, оно позволяет хорошо писать уголком. Ну, а это же писали, естественно, гуси на пером. Вот, у меня, значит, вот в книжке, которую я, собственно говоря, готовлю печатать, там приведены примеры, но они же, естественно, они взяты из учебника «Брантишка музыки». Там и почерк «Я на гусы», и почерк «Я на жишке». Ну, знаменитейший деятель гусицкого движения. Значит, это у нас буква «А». Так, дальше, значит, буква «Б». Значит, буква «С». Там есть некоторая ромбовидность. Я сознательно, когда вот даю студентам, я немножечко ее как бы утрирую чуть-чуть. Но дело в том, что когда вот у вас есть почерк, и в нем четко виден какой-то вот определенный ход, определенный элемент, это просто облегчает письмо. То есть, ну, как бы вот начинаешь воспроизводить какой-то элемент, какую-то конструкцию, и как бы проще учиться, чем когда одна буква чуть-чуть туда, другая чуть-чуть сюда и так далее. То есть, ну, их опыт показывает. И, значит, очень интересная буква «Ф». Смотрите. Значит, сейчас я одну букву скажу, чтобы она не мешала. Она такая пузатая. Причем интересно. Эта вот пузатая буква, она чуть не из Франции приехала. Значит, буква «Ф». Счастье, если у меня… Так, все ясно. О, хорошо. Отлично. Ну, видите, я тоже, значит, когда чешская бастард, я тоже в их старт сошел. Значит, повторяю, это вот пузо, там бедные студенты начинают мучиться. Это просто второе движение. То есть, это вот так, дополнительно сюда. Интересно, посмотрите. А вот это будет… Это высокая форма буква «С». То есть, «С» может быть не только, как вы привыкли, вот такая вот, изогнутая. А это высокая форма буква «С», вот у нее только высох влево, а вправо нет. Значит, это вот чешская бастарда. Причем интересно, уже вот текстуры, если… У меня здесь русские, появляются над буквами «I» и «J» – это точка, характерная точка. Сначала это был штрешок. Тут точка. Значит, это чешская бастарда. Есть очень красивый почерк. Бастарды вообще страшно красивые. Вот этим всеми с вами изысками каллиграфическими. Ну, когда переписчики уже начинают просто изощряться в каллиграфическом искусстве. Очень красивая есть французская бастарда. Понятно, что, значит… Опять, только я вижу у Дениса Студеновича глаза уже на лоб и опять вылезают, расширяются эти невозможности. Вы же понимаете, что у меня в книжке 26 почерков. Конечно, мы 26 здесь не проходим. Ну, потому что вы тогда наносите на себя руки. Значит, у нас получается 5 древнерусских и где-то 8-10 западноевропейских. Ну, все равно, конечно, 15-16, ну, хоть не 26. Значит, у нас… Так, на повестке, значит, у нас французская бастарда, ее начинают называть батарт или же бургундское письмо. лето-будминьон. Дело в том, что этот почерк, в общем, был распространен в 15 веке на территории бургундского герцогства. Ну, которое занимало, как бы, такое длиннющее-длиннющее государство между Германией и Францией. Такое получилось. Это Бургундия. Ну, самым знаменитым… У них были два знаменитых герцога. Это Филипп Добрый, так называемый. Значит, его доброта в молодости проявилась в том, что он продал англичанам Жан Дударк. Но потом, за теоретариальное приобретение, он переменился в французы. Поэтому стал очень доброт. А его сыном был самый знаменитый бургундский герцог Карл Смелый. Ну, вот. Слышал? Нет? Ну, короче говоря, вы будете проходить. Карл Смелый – это знаменитый герцог Бургундия. Если кто-нибудь читал в артероскозах Вентиндарвард, вот там пописнулись как раз о Карл Смелый. Значит, есть сюжет о том, что здесь, вот смотрите, маленькие усики получаются. Ну, то есть, как бы штрихи чуть-чуть не совпадают. Вот эти усики – это то, что в поздней готике будет называться почерк Фрактура. Фрактус надломленный. Вот. Значит, буква Б напоминает нашу. Вот. И здесь такая же вот французская буква Ф, как вы только что видели. Значит… И очень странная может быть буква Д. Повторяю. Летри Бургиньон. Значит, когда вы будете это писать, увидите тот вариант, который мы вам предлагаем. У Ланцартина тоже, у нас предоисточник все-таки один, более или менее. Поэтому, значит, там часто перо нужно будет поворачивать все время. То есть, чем вот чешская просто так перо не вертится, ну только хвосты делать уголком. А вот французская там уже все время вертеть. Она очень сложная из-за этого. Почему? Потому что это почерк конца 15-го века, когда уже появилось снегопечатание. И писцы, грубо говоря, просто выпендривались для того, чтобы, значит, считалось престижным иметь рукописную книжку. Потому что все, значит, покупают эти полиграфические, как педажовки. А вот я крутой, значит, я могу купить там хорошую машину, а тогда, значит, не хорошая машина, а хорошую рукописную книжку купить. То есть, показать, что у меня статус. Я могу. А вы покупаете эти полиграфические. Значит, это вот, повторяю, это французская бастарка. Французская бастарка, я не знаю, ну, как бы вам даем просто там, ну, не знаю, как вам Анастасия Анатольевна заставить 1,26 почерков делать или поменьше, но это уж вы, это зависит от ее доброты. Как вы ее задобрите Петровским гражданским шрифтом? Значит, имейте в виду, что вас будут требовать идеально построенный Петровского шрифта. Если вы его плохо построите, вот она вам покажет во втором семестре, как вообще жить надо на этом свете. Давайте вот посмотрите, пожалуйста, вот это вот французская бастарка в исполнении Ани Переходика. Ну, как бы уходит век готический экстраз, понятно, потому что это шрифт времен, так называемый, пламенирующий поздний годик. Вот еще один, вот это вот уже натуральная фрактура, это опять же чешская, но это чешская, так называемая, шипастая бастарка, как ее называют. То есть эта фрактура, это уже начал шестнадцатого века. В какой-то мере это напоминает французскую, только здесь фрактурный эффект, четко совершенно. То есть здесь везде, ну, видите, эти вот острия подчеркнуты везде, то есть не совпадение шрифов. Это специальный вот декоративный эффект. Дело заключается в том, что вот Чехия все-таки, ну, часть Германии считается тогда была. И в Германии Готика так получилось, что, особенно со времен Реформации, немцы почувствовали, что вот они не католики, они не римляне, они немцы. Тем более, это же знаменитая крестьянская война 1525 года, и, значит, Реформация, и немцы, вот, у них возникла идея, что должен быть специфический немецкий шрифт, вот, которым нужно передавать немецкий язык. И это оказались поздние Готика. Швабский шрифт, его называют Швабахер, как называемый, и, как называют, фрактура. Эта фрактура дожила до середины 20-го века, собственно говоря. В 19-ом веке две трети всех книг Германии набирались не антиквой, как по всем мире, а фрактурой и Швабахерой. То есть здесь это как бы считалось специфический немецкий шрифт. Значит, смотрите, как выглядит этот самый. Ну, что же я сегодня оставляю эти усы, вот это и будет. Они дают, собственно говоря, здесь тоже не совсем правильно. Дальше. Значит, буква Б. Буква Б не надо реализовать, она абсолютно как наша буква Б. Посмотрите. Ну, то есть Б и Б. Считайте. Значит, буква С очень странная, буква С, вернее. Чуть поворачивать перо приходится. И дальше, значит, здесь острием, острием. Здесь рисуются вот такие вот листики, подрисовываются сюда и сюда. То есть вот такая вот штука. Значит, вот ABC, пожалуйста. Вот. Ну и буква Д также замкнутая. Ну, тебе будет, что-то немножечко напоминает французскую пользу. Ну, это уголком пероходится. Значит, это вот двух ладей. Вот такая вот. Значит, это французская бастерта. Франциско Петрарко из Ореццо в середине 14-го, простите, лета, значит, занялся реформированием готического культата и переходом на антикул. Дело в том, что он как бы числится первым гуманистром всех времен и народов. Вот, номер один как бы. Он был по нашему как бы библиографом, филологом, литературоведом и блестящим каллиграфом. Мало того, что он изучал труды, доставшиеся от анитмаршантичности, на самом деле это чаще всего были переводы, это переписанные во времена Каролинского, так называемого, Возрождения. Кароли Великого. Каролинский Минонску. Вот. Но посчитали, что это настоящие античные памятники, сочинения римских авторов. Он их изучил огромное количество. Когда были памятники плохие, он их сами лично просто переписывал, его восстанавливал. Вот. И ему, он был абсолютным противником готических шрифтов. И, значит, он первый был по трибл шрифта, который назывался готико-антико. Такая полу-готико, полу-антико. Вот. И его последователи этот почерк разрывали. И в результате появился так называемый ренессансный Минонскул. Это, собственно говоря, доработанный, переработанный, оснащенный засечками Каролинский Минонскул. Практически. Почти один к одному. То есть, как бы, Каролинский Минонскул является в какой-то мере все-таки основанием нашего современного, ну, по крайней мере, западного. Ну, а мы-то что, собственно говоря, со времен Петра Алексеевича, и мы тоже пользуемся антипой, в конце концов. Значит, это вот ренессансная антипа. Значит, взгляните, пожалуйста. Петр Аркия, значит. Это я тебе хихикаю, что, значит, мне до седьмой. У меня помешательство писать венки сонетов. Уже много лет. Значит, вот там посмотрите объявление. Я понимаю, что, к сожалению, вы не сможете перейти, скорее всего, в два часа. Я думаю, чем-то повторим у вас занятия, к сожалению. Ну, к сожалению. Вот. Ну, я потом, если книжечка вот эта-то выйдет, я, в виду, все себе принесут торговать свои стихи. Значит, короче говоря, ну, поскольку его фамилия Петровская, значит. Ну, вот, короче говоря, у меня в детстве, где-то лет до восьми, снилась какая-то южная страна, которую я никогда в жизни не видел. Вот. Похоже на Италию. Потом перестал искать. Ну, я решил, что на внутрь. А вдруг я его вообще не Петр Арки. Чёрт, чёрт, значит. Ну, то, что наглей, так, наверное, чёрт. Ну, короче говоря. Значит. Ну, все как-то можно писать всё, что угодно. Значит, буква А. Буква В. Только изменилась форма засечки. Ну, помните, там была такая лопаторообразная? Украинская. Мазистин стала столько меньше. Буква С. С опять же. Вот. Ну, и буква Дж, естественно, будет современная. И вот этот вот элемент, который называется ухо. Где тут у меня ухо? Значит, это у нас ренессансная антиква. Или же гуманистическая мемушка, как его называют. Собственно говоря, это под раннюю антиква и так далее существует, как вы помните, венецианская антиква. Я не понял, я вам говорил, что у вас у всех на компьютере под XP есть Arno Pro. Говорил? Шрифт. Шрифт Arno Pro. Он просто подставляется вместе с XP. Если у кого не седьмое, а на седьмом что-то у нас внизу, почему нету его. А под XP он есть просто. Посмотрите, там очень много начертаний. Шрифты, шикарная совершенно институтная антиква. Ее автор Роберт Слимбах. Тот же человек, который был с автором знаменитого шрифта Мериад. Ну, у нас тоже на компьютере должен быть Мериад. Но Мериад и гротеск. Очень много начертаний разных. И Arno Pro. Автор тот же самый. Кстати, всегда говорят все полиграфисты, что очень здорово, когда вы используете в одном полиграфическом произведении шрифты контрастные, но одного автора. Они прекрасно работают вместе, потому что есть что-то такое, грубо говоря, раз они не человек делал, где шепты чаще всего согласуются. Все равно. На подразделе можно. И, наконец, последнее, собственно говоря, это ренессансный курсив. Значит, если, как вы помните, ренессансная антиква восходит в Петрарке, то есть это где-то начинает развиваться с середины XIV века, ну и в зрелой форме середины XIII века, то где-то приблизительно в районе 1440 года обычно это приписывается гуманисту Николу Николе и изобретается, так называемый, ренессансный курсив. Значит, ренессансный курсив я в своем посылке даю уже, сейчас вот я вам писал это настоящее, как бы антиква XV века, я обычно даю курсив совершенно современный, которым я просто переписываю свои стихи и так далее. Значит, это все очень просто. Значит, если вот такое вот зачало, то это так называемое канцеляреско, вообще шлиф называется канцеляреско, то есть это канцелярский курсив начала XVI века. Значит, это самое, очень часто его использовали в переписании стихов, в том числе. Значит, если сначала вот такое вот в эту сторону идет, то это так называемое, вообще чаще всего он даже, вот я пишу вот такой вот закругленный, вот, а чаще всего его пишут не закругленный, он может быть такой же, как он только что писал в антикве, как бы со стрием. Вот, но как бы удобнее писать вот такой вот, чуть-чуть закругленный все-таки этот самый кончик. Вот, и может быть вот этот конец не вот так вот, начало, а наоборот вот сюда, вот сюда, вот так вот. Вот это будет так называемый канцеляреско романа. Вот, иногда в одном тексте мешали обе формы. То есть вот с острием и такой вот. Это называется кончалец как бы вот этим бастаном. То есть, ну, смесь, смесь одного текста. Вот, и наконец, последний почерк, который мы с вами что-то, наверное, вас мучить не будем, потому что это, так называемый, значит, вот он у меня здесь посвящен, конец моей книжки, вот этому самому. Это настоящий, как бы, античный капиталис-монументалис. Вот, но он очень сложный, поэтому, значит, я думаю, что вы будете писать, Сан Сатей Анатольевна, и точно, почему вы с ним будете начинать только не с такого варианта, а с упрощенной, так называемой, ленточной антикулы. Ну, его достаточно просто пишется. Вот, потому что это на самом деле, я просто просидел в прошлом году все зимние каникулы, значит, середина декабря, это конца зимних каникул, чтобы мне прописать этот самый несчастный. Ну, правда, конечно, у меня прописано и Керина с латиницей, вот, но, как бы, эта речь очень сложная, поэтому, как бы, чтобы вы, это самое, не пришли на втором семестре писать шрифты с диким ужасом, я уж, значит, вам буду говорить сейчас, наверное, издеваться над вами не буду. Ну, и повторяю, значит, в общем-то, главное в качестве резюме, то есть основное значение всех этих почерков в том, что ведь на всех этих почерках существуют шрифты похожие и на бастану, уже полиграфические, и на ротунду, и особенно она, естественно, на антикул. И поэтому, значит, вся вот эта история письма, она, как бы, плавно, незаметно и абсолютно вливается в историю более позднюю шрифтов полиграфических. Первые, кстати, полиграфические шрифты, вот здесь, что я приведу, это были шрифты Ираганна Гутенберга, они были готические, вот это вот здесь появлена страница, так называемый, ну, кусок набора, правда, он уменьшен здесь, конечно. Так называемый 42-строчный библий Гутенберга, у него были готические шрифты. Его прямые последователи, Фуст и Шофер тоже употребляли еще готику, а вот их уже ученики Свейнхайн и Паннарц впервые в 60-х годах XV века нарезали уже антикву, а в 1470-м году Николаус Йенсен, выходец из Франции, вообще, конечно, Николаус Йенсен, правда, но на латинский манер Николаус Йенсен, нарезал уже абсолютно какой-нибудь реально способный шрифт ренессансной антиквы, которая называется антикву Йенсена, ее до сих пор как бы, ну, ее иногда копируют какие-то шрифты на ее основе делают, это как бы уже абсолютно изысканная форма раннего венецианского шрифта. Ну, собственно говоря, если вы, значит, выдержали мою лекцию, то, наверное, спасибо за внимание. Ну и самое главное, значит, что вы к будущему в семестре начнете все это писать и поймете, в принципе, это все-таки чертить абсолютно необходимо, потому что наш многолетний опыт показывает, что вот люди, которые чертили вот эти все, то есть что-то такое поняли уже, пропорции и так далее, на основе ренессансной антиквы, новой антиквы, гротесской пуска, с ними гораздо проще писать, потому что у вас уже в подсознании есть вот уже понятие строки, ритмы там и так далее. А когда мы пробовали начинать с неподготовленными, это идет гораздо с высшим скрипом. То есть, значит, черчение нудно немножечко, но необходимо. Так что спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.